Пандемия и гости приходят к нам так же, как и к вам, я надеюсь. Николай Карлович, здравствуйте. Николай Карлович Сванидзе, журналист, историк, член Совета по правам человека при президенте, у нас в гостях. Во-первых, с юбилеем у вас, 65. Как отметили? Да, есть такое дело. Как отметили? Очень торжественно в семейном кругу с женой и тещей, дети на даче. Без гостей? Ну, какие гости в наше время? Вы получили орден дружбы народов в честь 65-летия. Я сразу ордена получил, герой труда, дружба народов, сразу все вместе. Вы почти 10 лет, 9 лет были в общественной палате. Сейчас член Совета по правам человека при президенте. А вот вы по-прежнему видите в этом смысл? Сокрементальный вопрос. Во-первых, я могу спрятаться здесь за за покойную Людмилу Михайловну Алексееву. Фигура значительная, за нее спрятаться можно. Вот, потому что она меня все время позвала в совет и сказала, коленько она. Ведь Совет по правам человека приличнее, чем общественная палата. Идите к нам, сказала она мне, и я пришел. Она, все это, правда, ушла, потом снова вернулась. Вот. Поэтому я могу сказать, что вот как бы она пригласила, я не мог ей перечить. Пришел и остаюсь. Но, конечно, это недостаточная отмазка будет. Потому что и Людмилы Михайловны уже нет, и совет изменился с тех пор. Поэтому вопрос, конечно, все равно остается. Имеет ли смысл? На мой взгляд, да. Потому что все равно можно как-то помогать. Если нельзя будет помогать, то уйду. Мы уже говорили об этом с рядом моих коллег, не буду их называть. Вот. И речь шла об этом как раз после того, как ушел, вернее, уволили Михаила Александровича Федотова, председателя Совета, заменили Валерию Александровичем Фадеевым, и уволили еще нескольких очень видных, ярких и эффективных коллег. Например, Екатерину Шурман. Екатерину Шурман, да. Например, Илью Шаблинского. Да, 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 да. Вот. И это был удар, конечно, по совету, по моральный удар, и просто удар по его работе, по эффективности тоже. Каждый из них был таким персонажем очень действующим. И мы тогда решили, что нет, мы все-таки останемся пока и посмотрим, что будет дальше. Если можно будет что-то делать, то будем оставаться, не будем истериковать и хлопать дверью, потому что всегда это успеем сделать. Вот я остаюсь при этом мнение до сих пор. Вот, кстати, об истерике. Валерий Фадеев назвал сейчас, в общем, справедливое, наверное, требование о принятии решения об амнистии как раз правозащитной истерикой. Все-таки по поводу амнистии у нас остается шанс на амнистию? Я думаю, что да. Мы сейчас этим занимаемся. Я не знаю, когда он это сделал, кстати, это для меня новая информация, то, что вы сейчас вот это вот цитата, который вы сейчас провели, Фадеев. Потому что был разговор с Фадеевым, и он сказал, что он будет хлопотать относительно того, чтобы амнистия все-таки состоялась. Вот. И я думаю, что он этим и занимается. Поэтому шанс остается. Мы сейчас действуем по поводу амнистии. У нас мнение раскололось в Совете, потому что... В том числе, среди приличных людей, кстати, которых, кстати, в Совете большинство остается, на самом деле. Потому что есть позиция такая. Ну, вы знаете, неизвестность, будет ли им лучше на свободе в смысле угрозы заражения. Будет ли им лучше на свободе, чем там, а они сюда принесут там заразу, которую там носится, и кошмар будет. Такая немножко, может быть, жестковатая позиция, но она имеет право на существование. Я придерживаюсь другой позиции, что мы не можем, если они там сейчас заразятся, то просто помрут к чертовой бабушке. Мы не можем обрекать людей в заключении, которые... Я уже не говорю о том, как они там все оказались, или многие из них в этом заключении. Бог с ним. Вот. Но даже тема другая. Мы не можем их обрекать просто на гибель, только потому, что мы боимся за себя. Поэтому, конечно, надо отпускать. Во всем случае, надо отпускать и СИЗО, и надо отпускать стариков. Вот это моя позиция, что вот эти две категории нужно отпускать точно. Вы недавно сказали, что после спада эпидемии необходимо сбросить с себя отеческую руку государства. А что именно сбросить? Что именно вас пугает? Или настораживает? Настораживает. Ну, да что там настораживает? Пугает? Сильно, довольно пугает. То, что государству родному понравится. Вот вся эта система ужесточения слежки за нами, которая сейчас водится, и которую мы сейчас одобряем. В условиях карантинных, вот всех этих форс-мажорных. Да, действительно, сейчас нужно ужесточать систему отношений между государством и гражданами. Там, из дома не выходим, там, и так далее. Ну, им же понравится. У нас же все-таки традиции государственные какие. Цены, если повышаются, они больше не снижаются. Если уровень жесткости в отношении граждан повышается, он больше не снижается. Понравится, что все будут ходить с строем, но понравится. Я боюсь, что нам нужно будет с этим бороться. Хотя это будет очень сложно, потому что ситуация вообще изменится после нашей победы над заразой, когда она наступит. Она изменится, и изменится не к лучшему. Потому что мы будем обнищавшие, обедневшие, раздраженные, злые, как собаки. И нам будет не до свободы, я боюсь. Я имею в виду не нас с вами, конечно, Оля, а значительную часть наших сограждан. Вы вместе с Ангелом Меркель внезапно сказали одни и те же слова, что мы переживаем самое тяжелое время со времен Второй мировой войны. Я не знал, что она у меня берет слова. Лестно для меня. Да, да, да. Вы сказали в один день одни и те же слова. И списывает просто через плечо, да. Неужели у нас не было страшнее времени? Чернобыль. Нет, Чернобыль был локальнее. Чернобыль я не почувствовала. Вся страна, даже когда узнала о нем, узнала она, как известно, не сразу, он был гораздо локальнее. И он никак не отразился на нашей жизни, по сути. Нас не забирали по домам, не закрывали магазины и парикмахерские. Этого всего не было. Но мне сказали, что мы на грани комендантского часа, не арестовывали людей, которые гуляют с собаками по скверу. Этого всего не было. Сейчас изменилась ситуация в корне. Она действительно напоминает ситуацию войны. Войны с незримым противником. Войны, которая хороша только тем, неоткуда без добра, что все на одной стороне фронта. Весь мир на одной стороне фронта. Вот у всех один враг. Но вот это плюс. Но плюс, конечно, такой недостаточный, на самом деле. Хотя он скажется потом, когда, мне кажется, что будет еще один плюс очень серьезный, когда Виктория наступит, наконец, с нашей заразой. А именно, я думаю, что все эти милитаристские пляски, они будут уже в печетках у всех настолько, что их забудут. Уже не модно будет говорить, что мы готовы повторить там и так далее. Потому что ясно будет уже, сейчас уже постепенно становится ясно, что не боеголовками не сильно государство должно быть, а медицины. На днях вся Москва вздрогнула, когда вечером вдруг раздался салют в честь 75-летия взятия Братиславы. И я специально поинтересовалась расширенной новостью, расширенная новость, что Братислава была важным плацдармом для взятия Праги, из чего я сделаю вывод. Следующий большой салют будет в честь взятия Праги. И дальше, 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 дальше. Ну, вообще так страшновато это смотрится. Нет? В смысле? Ну, салюты в чумной стране, в чумной городе, в чумном мире. Я вообще не сторонник салютов, честно говоря. Только шампанским, если в Новый год и еще когда. А из пушек мне не нравятся. Я вообще не люблю пушки. Они мне не соответствуют моим эстетическим представлениям, хотя, конечно, они имеют право на существование. Сейчас, да, не до них. Сейчас не до салютов. Но власть наша любит салюты, Оля. Но любит она салюты. Она любит салюты, как император Павел Первый любил парады. И наша власть любит парады. Это вот такое царистское, милитаристское упоение. Но любят, когда маршируют в ногу. Любят, когда стреляют из пушек, из ружей. Когда все одеты одинаково. Но любят это все. Куда деваться? Этот год же был анонсирован президентом Путиным. Главное событие года. Это будет год 75-летия Победы. Он ждал этой победы, как ребенок игрушки. Ну, заждал. У него уже слюноотделение было на эту победу. И тут вдруг этот коронавирус, будто он не ладен, отнимает. Отнимает сначала голосование по конституционным поправкам. Потом норовит отнять парад победы. Ну, что остается-то? Ну, хоть из пушки стрельнуть, Господи ты Боже мой. Надо же тоже понять человека. Нет, ну, мне кажется, очень красиво было бы раздать деньги, прибереженные для пушек и парадов, ну, не знаю, например, монголетным матерям или пенсионерам. Я не знаю, насколько красиво это было бы правильно. Это было бы абсолютно правильно. Это было бы единственно правильно сейчас. Взять, залезть рукой в эту машину, в этот сундук с деньгами и широким жестом сеятеля раздавать бабки. Потому что другого варианта нет. Потому что чернее дня не будет. Потому что чернее может быть день только атомной войны. Но тогда деньги уже никому не понадобятся. Если это произойдет, не дай бог. Сейчас именно тот день, когда нужно раздавать деньги. Нужно раздавать деньги людям, чтобы повышать их, где бы не повышать, хотя бы в какой-то мере поддерживать их покупательную способность, без которой рухнет бизнес. Помогать самому бизнесу, малому и зреннему. Потому что это четверть до трети, кстати, между четвертью и третьего где-то наших рабочих мест. Эта ситуация чревата после нашей победы, так сказать, когда эта зараза рассеется, когда, кстати, неизвестно, когда она окончательно рассеется. Пока непонятно. Потому что речь идет о возможности второй волны. Но когда она рассеется, будет очень серьезная угроза социальных потрясений. То есть обещавшее население, я прошу прощения, будет магазины грабить. Есть и такая вероятность. Поэтому нужно их как-то поддерживать. Не сидеть тяжелым свинцовым задом на этом сундуке с деньгами, а доставать из него. Вот это сейчас не делается. Конечно, я с вами согласен, что вместо салюта, или помимо салюта, Бог всем салютом, на конце концов. Неплохо бы это сделать. Это неплохо, необходимо. Может быть, это и будет сделано, но так неохотно. Потому что кто-то сказал, Конфуции, по-моему, что жадность рождает бедность. Вот это тот самый случай. Каким-то общим местом уже стало проведение исторических параллелей с чумой, с холерой, с испанкой. Вы такие параллели видите? Или мы с тобой с чем-то... Конечно. Ну, параллели, надо сказать, эти, я бы сказал, не то, что греют душу, но в какой-то мере вселяют некоторый исторический оптимизм. Потому что человечество проходило через события страшные. Это чума, это бубонная чума 95-96% смертности, дорогие друзья. 95% смертности. Треть Европы вымирала, как косой с кожаной. Оспа. Такой же временный процент смертности. Там в 13 веке, там половина Лондона вымерла от голода. Это все было. Каждый раз это сопровождалось дикими погромами, поиском веньм, еврейскими погромами, чем угодно. Потому что искали виноватых, разумеется. И через все это, через все это мир прошел, Европа прошла. Страшный был чумной погром у нас при Екатерине II, не в средние века, при матушке Екатерине. За год в 1771 году. Москву взяли, Кремль взяли, толпы пьяные. На Ивановской площади плясали, занимались поножовщиной, блевали там и гадили. Пришлось гвардию вводить, убили митрополита. 1771 год. Недавно практически. 18 века, да? За четверт века всего до рождения Александра Сергеевича Пушкина. Вот. Это все было. Испанка, да, действительно. 18-19 год, 20 века, 100 лет назад испанка. Миллион человек в Европе. Но уж погиб. Некоторые члены Советского правительства даже погибли. Свердлов, в частности, помер от испанки. Ничего прошли. Сейчас смертность гораздо ниже. Подготовленность государственная, медицинская, как угодно, гораздо выше. Поэтому есть шанс, что это не будет столь-столь фатально. Но вселяет оптимизм. Хотя, конечно, параллели возникают. Но всегда кто-то виноват. Ну, то есть, публика ищет, и правители ищут виноватого в море, в голоде и во всем. Кто сейчас будет виноват? Я не исключаю, что виноватым будет само правительство. Потому что сейчас найти виноватых помимо... Ну, можно, конечно, переключить, не знаю, на китайцев, на американцев. И уже это делается. То ли китайцы это придумали, то ли американцы придумали, чтобы кому-то друг другу или нам нагадить. Но это сейчас не очень эффективно будет, я думаю. До поры до времени. Если люди действительно обнищают, обнищавшие люди никого не увенят, кроме собственного начальства. Никого и никогда. Поэтому достанется по полной программе нашей власти. Тем более, что власть, особенно верховная, сейчас не делает ничего, чтобы отвести от себя удар. Потому что не проявляет такой зрелой и, я бы сказал, харизматической решимости, которую от нее ожидают. И я думаю, что сейчас рейтинг первого лица, несмотря на то, что всегда в экстремальных ситуациях сплачиваются под сеню флага, сплачиваются вокруг лидера. Сейчас пока что я этого не вижу. И мне издалека, из Берлина, может быть, это видится со смещенной какой-то оптикой. Я очень внимательно смотрю сейчас, особенно на выступление Путина. И мне он кажется очень растерянным. Мне тоже. Он либо растерян, либо огорчен, расстроен, либо и то, и другое. В любом случае он не производит впечатления человека, за которым хочется идти. Нет. Вот такого вот влечения к нему, вот да, суров, да, жесток, да, рука тяжелая, да, он мне не нравится, но я за ним пойду. Вот такого нет. Я бы сказал, что вот то, что он сейчас переключает внимание и переключает ответственность, переводит на региональных руководителей, это подтверждение того, о чем мы с вами говорим. То есть здесь, с одной стороны, есть здравый смысл, действительно, он прав, страна огромная. Действительно, там из Москвы трудно полностью оценить ситуацию, там, не знаю, в Бурятии, да, или в Хакасии, трудно очень. Пусть они сами там ориентируются, но в данном случае, на мой взгляд, это не только причина, но и повод для того, чтобы снять с себя ответственность. Да, но губернаторы пачками уходят в отставку. По-видимому, чувствуя слабость, им на это намекают, ни один губернатор у нас не уходит в отставку сам по себе, у нас отставка не исключена. Вообще, нашей традицией советской и постсоветской отставка чиновника по собственной инициативе невозможна, такого нет. Это не русский офицер, который тогда вышел в отставку, уехал к себе в имене. Нет, такого не бывает. Сами в отставку не выходят, только когда им намекают на то, что неплохо бы это сделал. Значит, им намекнули из центра. У меня к вам дурацкий детский вопрос, но детский вопрос хороший. Что будет дальше? Когда? В каком отдалении? О чем мы с вами будем говорить через год? Ну, через год я надеюсь, что, а, мы будем вспоминать, как страшный сон, что сейчас происходит. Надеюсь на это. А, Б, нам будет очень тяжело. Да, мы будем ходить по улицам, но на этих улицах будет гораздо меньше этих маленьких уютных кафешек. Цены в магазинах будут для многих из нас малоподъемными. Это будет очень жесткая жизнь, это будет жесткая борьба на существование. Вот об этом, я думаю, мы с вами и будем говорить. А бунты? Бунты возможны, потому что, к сожалению, потому что, если власть не возьмет себя в руки и не предпримет эффективных шагов по ликвидации наиболее тяжелых последствий того, что происходит, то возможны и бунты, потому что, ну, если нищие люди, если резко повысится уровень безработицы, если будет нищета, если возникнет тень, так сказать, просто физического голода, ну, так куда деваться от бунтов? Но мы с вами говорим о маргинальных бунтах, не о прекрасной Великой Светлой Революции, да? Мы же говорим с вами о другом, да? Как правило, то, что называют Великой Революцией, это тоже, так сказать, такая совокупность бунтов, или один большой бунт, который потом, поскольку он победил, его решили назвать революцией. Мятеж не может кончиться удачной. Что такое маргинальное? Если эти маргиналы составляют половину страны, то это уже не маргиналы. Мы понимаем с вами это. Если объеднеет страна в целом, там, Путин сказал, что у нас, сколько там, 70% средний класс. Вот если этот путинский средний класс, 70%, он из бедного, какого он сейчас является, станет нищим, вот вам будет маргинальная страна. Страна маргинал. Опасных маргиналов. Это что касается России. Что будет с миром? Ну, здесь вам виднее. Вы живете в Германии. Это сердце Европы классической. Но я думаю, что в мире будет полегче, потому что там, в принципе, полегче экономически. Германия и Россия несопоставимы по экономическому потенциалу. Несопоставимы по, я бы сказал, по социальной заботе, потому что можно как-то относиться к меркам. И, конечно, каждый недовольный своим правительством. И немцы, и швейцарцы, и эфиопы, все недовольны своим правительством. И австралийские аборигены. В равной степени. Только мерки у всех разные. И критерии у всех разные. Но я знаю, что там, скажем, оказывается сейчас материальная помощь гражданам Германии. Нет, 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 нет. Я Оля Романова, гражданин России, живущая в Германии на птичьих правах по временной визе, получила помощь немецкому правительству. Какую, значит, привет? Какую помощь? Я как фриланс, я как фриланс, человек, который не имеет постоянного контракта, а я не имею постоянного контракта, получила 5000 евро. 5000 евро. Ну, нифига себе. Значит, отлично, просто прекрасно. Потому что теперь в переводе маршака пересчитайте эти 5000 евро на рубли, значит, вы получили там порядка, сколько там, 350, там, условно, сейчас не могу сразу сказать, или 400 тысяч рублей единовременно. Это десяток, это десяток, а то и 20 зарплат российского человека. То есть здесь бы руки целовали этой меркой, если бы она здесь это сделала. Руки бы целовали. Но я испытываю, конечно, сейчас очень нежное чувство. Несомненно. То есть это несопостоимость с тем, что делается здесь, потому что здесь ничего не делается. Ни-че-го. Попощи нет, в принципе, никакой. Мало того, даже налоги не снижаются. Но я хочу сказать, что это всем самозанятым, кто не имеет постоянного контракта. То есть я наиболее уязвленный слой населения. Потому что вы не гражданка. Я не гражданка, у меня даже ПМЖ нет. У меня нет постоянной визы. У меня птичьи права. То есть это, на самом деле, это не альтруизм. Нет. Это забота о себе, это забота о стабильности государства. О той самой стабильности, про которую мы пили пищи и продолжаем петь последние много-много лет. Вот забота сейчас о стабильности стоит в том, чтобы, повторяю, помогать людям. Мне бы сейчас не помогли. Чтобы я не громила магазин. Я имею в виду Россию. Правильно, чтобы я не... У меня нет мысли громить магазин. Нет, абсолютно нет. Не малейший. Зато есть мысли сказать спасибо госпоже Меркель. Да. Вот у нас сейчас мало у кого есть мысль сказать спасибо Владимиру Путину. Потому что не за что. Не за что сейчас говорить спасибо. Самый модный анекдот сейчас в Москве. Путин приходит в пивной бар и говорит, все биво за счет заведения. Я слышал другой анекдот. Застание правительства выступает директор ФСБ и говорит, так, всем сидеть по домам, кто выходят на улицу, специальные пропуска, если что, сразу применять силу, разгонять. Представитель правительства спрашивает, это поможет в борьбе с коронавирусом? А что такое коронавирусом? Каким коронавирусом? Да, да, да. Есть и такой анекдот. Внезапно настало время анекдотов. Внезапно. Да. Причем много. Я такое количество анекдотов помню только при позднем Брежне. Да. Их не было очень давно. Очень давно. И сейчас они все сначала пошли про обнуление, а потом пошли про ситуацию с коронавирусом. Хотя, вроде бы, ситуация не склоняет к смеху, но это здоровая реакция организма и психики. Что прошли анекдоты. Здоровая реакция. Да, но у вас тоже есть очень здоровая, вот именно такая оптимистическая реакция, что я прочитала, что вы недавно сказали, что первое, что возобновится, первое, что вернут все правительства, всех стран народов, будет футбол. Чемпионат. Нет, это абсолютно, я согласен с этим, с самим собой. Это была совершенно сознательная реплика моя, потому что, не только потому, что я сам любитель и фанат футбола, как игры, просто, ну как зрелище. Но это, футбол играет колоссальную социальную роль. У него огромная социальная функция, отвлекающая, в здоровом смысле отвлекающая. Вот это зрелище. Помимо хлеба, вот футбол это то самое зрелище, которое необходимо людям. Я напомню о том, что чемпионаты мира по футболу, это главное зрелище человечества за последние сто лет. Главнее, массовее, смотрибельнее, рейтинговее, чем любые музыкальные форумы, джазовые там, какие угодно, и даже чем олимпийские игры, если брать с фонки. Самое такое вот массовое зрелище, это чемпионат мира по футболу. Лишать людей футбола, это способствует такому усилению депрессухи, что даже представить себе слов. А вы за кого болеете? Я болею за две команды. В России я болею за команду, которой в последние годы практически нет на поверхности, а именно за московское торпедо, за кудесников мяча с московского автозавода имени Лихачева, бывшего, так сказать, практически. А в мире я болею за Лондонский арсенал. Ну тогда ваш юбилей, хочется вам пожелать победы любимцев. Спасибо, спасибо. Сам хочу. Удачи нам всем. Ну вы тоже не чужды, да? Не, я не чужда, совсем не чужда. Ну, торпедо, конечно, нет такой экзотики у меня. Нет, это экзотика. Да, 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 да. Я с торпедо болел с 60-го года. Да, Мадрид Риал. Мадрид Риал. Спасибо, спасибо, Николай Карлович. Удачи нам всем.